Ну, вот мы остановились на заключительном предисловии. Как мы видели, само введение к первой части состояло из нескольких таких мини-частей, что ли, да. Это некое наставление ученику, потом было введение, теперь еще и предисловие. То есть это разные части вот этого общего введения. К путеводителю. И вот это последнее предисловие, оно касается причин, противоречий, противоположностей, которые встречаются в разных сочинениях. То есть Миномит предлагает нам своего рода типологизацию такую, да, того, каким образом может обнаруживаться противоречия и какие-то неясности в тех или иных сочинениях. Причина первая. Сочинитель собрал высказывания многих людей, представляющих различные точки зрения, опустив ссылки и не указывая автора каждого высказывания. И в этом случае, в этом сочинении могут возникнуть противоречия, понятно? Из-за того, что одно из двух суждений будет отражать подход одного, а второе другого. То есть это компилитивный труд, где автор не указывает точки зрения. И ясно, что если он собрал точки зрения разных людей, то они могут противоречиться. Понятная причина. Причина вторая. Автор книги притерживался определенного мнения, а потом изменил его. И остались записаны как ранние, так и поздние высказывания. А это тоже действительно довольно часто встречается. Например, в истории философии у нас есть там, предположим, ранний Витгенштейн и поздний Витгенштейн, ранний Хайдеггер и поздний Хайдеггер. И они, в общем, действительно выражают разные концепции, разные мысли. Если соединить их в одну книгу, то мы сможем обнаружить там противоречия. Это тоже очень понятная причина. Причина третья. Не во всех высказываниях смысл явен. Но в одном он явен, а другие являются аллегориями и обладают внутренним смыслом. Либо, быть может, оба суждения, которые по своему внешнему смыслу противоречат друг другу. На самом деле, суть аллегории именно из-за этого, из-за того, что были поняты согласно внешнему смыслу, оказалось, что они противоречат одно другому. Третья причина уже гораздо более скрытая, то есть неясная. Первые две совершенно понятны. А со второй причиной это нужно разбираться. Потому что мы можем не знать, где аллегория, где не аллегория. Есть внешний смысл высказываний. И вот этот внешний смысл высказываний на самом деле оказывается противоречивому. И вот противоречие может возникнуть просто из-за того, что мы не понимаем скрытого смысла, а останавливаемся на внешнем. Это более сложная причина. Четвертая причина. Имеется некоторое условие, в силу каких-то вынуждающих обстоятельств, не оговорено явно в соответствующем месте. Или, быть может, субъекты двух суждений различны. То есть предметы. Видите, Миша поясняет нам. Темы, предметы, высказывания, они различны. То есть одно высказывание говорит об одном, а другое говорит о другом. Но если это эллиптическое высказывание, то мы не знаем, о чем идет речь. И может показаться, что речь идет об одном и том же. И тогда нам покажется, что здесь есть противоречие. Однако один из них не оговорен в соответствующем месте. И из-за этого, кажется, что есть противоречие. Тогда как на самом деле его нет. То есть во всех заметим. То есть начиная с третьей причины. Если первая причина – это действительно наличие противоречия. Вторая причина – это действительно наличие противоречия. Они объясняются тем, что это мнение разных людей или одного человека в разное время. То третья и четвертая причина – это видимое противоречие. То есть это не противоречие. А нам кажется, оно противоречима. Если присмотреться, например, раскрыть аллегорию. Или если установить, о каком предмете идет речь более четко. И выяснить, о каких условиях идет речь в том или ином высказывании. То противоречие исчезнет. То есть третья и четвертая причина – это видимое противоречие. Причина пятая. Нужды преподавания и разъяснения. А именно ситуации, когда некоторое глубокое, трудное для интеллектуального представления понятие приходится упомянуть или использовать как предпосылку для разъяснения другого, легко представленного понятия, которое следует преподавать прежде, чем то первое. Ибо всегда начинают с более легкого. И в этом случае учителю должно проявить снисходительность, разъясняя оное первое понятие, сообразным обстоятельством, рассматривая его в грубом приближении, не принимая из-за точной исследований его истинных сущностей, но предоставив это воображению слушателю, чтобы сделать понятным то, что он намеревался объяснить в настоящий момент, а лишь затем произвести строгое исследование сложного понятия и раскрыть его истинную сущность в подобающем месте. Видите, такое довольно многословное изложение этой пятой причины. Но, несмотря на многословность, она очень понятна. То есть имеется в виду следующее. Если учитель хочет изложить нечто сложное, какое-то сложное понятие, и по тем или иным причинам ему нужно сейчас о нем сказать, он потом, может быть, разъяснит это более подробно, но сейчас ему нужно его упомянуть в том или ином контексте. А более легкое понятие, через которое это сложное можно было бы понять, еще не объяснено. И в таком случае он не точно выражается. Здесь можно привести очень простые примеры. То есть если, например, преподают математику и хотят намекнуть ученикам, что есть такое понятие, как предел или, например, производная, то можно это как-то образно выразить, но это будет не точное изложение, потому что они, например, еще не знают, что такое бесконечно малое и так далее. И поэтому учитель описывает это понятие не совсем адекватно. И вот эта неадекватность, она что? Она является в каком-то смысле тоже источником возможных противоречий. То есть если я объяснил это не точно, то значит жди какого-то противоречия. Но для учителя это важно. Важно упомянуть это понятие, и он откладывает его объяснение на более поздний срок, но привлекает, как здесь говорит Маймонит, воображение, слушайте. Почему здесь важно воображение? Потому что на самом деле понятие, чтобы объяснить любое понятие, необходимо обратиться к разуму с точки зрения аристотеликов, а не к воображению. Воображение настолько сбивает, то есть оно иногда очень полезно. Где оно полезно? Оно полезно в политике, оно полезно для человека, который убеждает толпу, например, в риторике. Оно полезно. То есть воображение важная вещь, но оно не является нейтральным. То есть это не сугубо положительная вещь. Оно может играть положительную роль, а может играть и отрицательную роль. Отрицательную роль она играет тогда, когда он сбивает стол. Но если я объясняю сложное понятие, то я вынужден обратиться к воображению, потому что точность изложения здесь теряется. Но в дальнейшем как бы это будет объяснено. Миша нас отсылает к соответствующим фрагментам из физики и метафизики, где об этом тоже идет речь. Причина шестая. Неявный характер противоречия и то обстоятельство, что оно может обнаружиться только после присоединения многочисленных вспомогательных посылок. И чем больше посылок требуется для выявления противоречия, тем более оно сокрыто. Так что может ускользнуть от внимания автора. Он полагает, что между двумя исходами суждения противоречия нет. Но если взять каждую из них в отдельности, присоединить к нему истинную посылку и вывести необходимое заключение, это присоединить истинную посылку, вывести необходимое заключение, это что? Это построение силогизма аристотельского. То есть, если человек не очень хорошо знаком с логикой и может сам запутаться, то есть он неправильно строит силогизм, необходимое заключение из посылки не выводит или посылка не является истиной, и если так поступать, если на самом деле правильно все построить и с каждым полученным выводом это сделать и присоединить к нему истинную посылку и сделать необходимый вывод, то в конце концов, после некоторого числа силогизмов это приведет к противоречию или противоположности между двумя конечными выводами, что может ускользнуть и от взора ученых-сочинителей. То есть, может причиной противоречия быть не полная логическая компетенция автора. Он не видит всех следствий тех суждений, которые он выдвигает. Если проделать все правильно с точки зрения логики, имеется в виду аподиктика. Помните, мы говорили о том, что аподиктика занимается как раз истинно сними высказываниями, в отличие от диалектики, которая имеет дело с вероятными, или риторики, и софистики, которые вообще не очень интересуются истинное высказывание или нет, аподиктика. Именно это стоит во главу угла именно истинность высказывания, истинность посылок, правильные способы вывода. И если человека, так сказать, ткнуть носом вот в эти логические построения, то можно показать ему, что все, что он написал, на самом деле ведет к некому противоречию. Не всякий автор это видит. Понятно. То есть это неявная противоречия. Получается, и так у нас, значит, первая причина и вторая причина – это противоречия, действительно явные противоречия, и необъяснимы. Объяснимы тем, что это просто мнение разных людей или человека в разное время. Третья и четвертая – это видимые противоречия, которые на самом деле противоречиями не являются. Пятая причина – это пропедевтика, нужды объяснения, и, в общем, с этим ничего не поделаешь. Приходится идти на некое не вполне адекватное изложение, поскольку нужно упомянуть какой-то сложный предмет на том или ином этапе преподавания. А шестая – это как раз то противоречие, которое сам автор может не видеть. Оно скрыто, оно скрыто в том числе и от автора. И, наконец, седьмая причина – необходимость при изложении чрезвычайно глубоких материй скрывать одни их аспекты и открывать другие. Иногда необходимость заставляет вести речь по поводу некоторого высказывания, принимая определенную посылку. А другой теме необходимость заставляет вести речь, принимая другую посылку, противоречащую первую. И подавая, чтобы место, заключающее в себе противоречия, ни в коей мере не было заметно широкой публике. А бывает, что сочинитель находит способ и вовсе скрыть его. Мы могли бы сказать, что это очень похоже на пятую причину. Пятая причина – это необходимость изложения, пропедевтики и так далее. И, собственно говоря, сам преподаватель идет на то, чтобы высказать нечто неадекватное. Но седьмая причина отличается от пятой. То есть и там, и там. Это причина пропедевтическая, то есть преподаватель. Преподаватель, учитель должен каким-то образом лавировать. Если в первом случае он заведомо дает не вполне адекватную информацию, то во втором случае дело в том, что он как раз хочет скрыть наличие противоречия. Почему бы ему скрывать это самое противоречие? Потому что, по-видимому, он заботится как раз об этой самой широкой публике. То есть он опасается того, что наличие противоречия приведет к каким-то неприятным следствиям. Но возможно, что эти самые глубокие материи изложить непротиворечимым образом невозможно. Помним, что Рамбом говорил о части физики и метафизики. Как у тех предметов, которые говорить можно только с помощью загадок, аллегорий и так далее. То есть дискурсивно выразить не очень возможно. И для того, чтобы у человека не возникло ощущение, что все это неверно, и все это противоречиво, и несущественно, значит, тот, кто излагает эти темы, он должен противоречия определенные скрывать. Причем это можно сделать так, что совсем это будет незаметно. То есть вот эти пятая и седьмая причины, они являются причинами, связанными с преподавательской деятельностью. Ну, после того, как он перечислил вот эти причины, он говорит о том, в каких произведениях встречаются те или иные противоречия. Что касается противоречий, встречающихся в Мишине и Барайтах, в талмодической литературе, то они связаны с причинами первого типа. Почему? Потому что на самом деле иногда Мишина и Барайта не упоминают автора высказывания, или собирает некоторые высказывания, которые принадлежат разным авторам. И иногда нет четкого указания, кто автор этого высказывания. И нам кажется, что здесь есть противоречия. На самом деле нет, если выяснить, кто автор, то противоречие исчезнет. И как ты можешь заметить, мудрецы часто говорят, начало Мишины противоречит ее концу. И отвечают, начало – это слова Раби Такого-то, а окончание – это слова Раби Такого-то, поэтому противоречия нет. Подобно этому ты и встретишь, что не такие высказывания. По этому вопросу Раби согласился со словами Раби Такого-то, и поэтому процитировал его анонимно. В смысле Раби Уда Анаси, то есть он согласился с некоторым авторитетом, и поэтому не стал упоминать его имени. А со словами другого он не согласился или в другом вопросе и процитировал его тоже анонимно. И получается, что часто ты можешь встретить такие слова, и кто автор этого анонимного текста, Раби Такой-то, а кто автор этой Мишины, Раби Такой-то. И такие примеры бесчислены. То есть в талманической литературе есть видимые противоречия, противоречия, которые объясняются тем, что высказывания, вступающие в противоречия, принадлежат разным авторитетам. Противоречия и несоответствия, попадающиеся в Талмуде, связаны с причинами первого и второго типа. Поэтому там постоянно встречаются их высказывания, такие их высказывания. В этом вопросе он считал, как Раби Такой-то, а в том, как Раби Такой-то. Точно так же они говорят, он соглашался с ним в одном вопросе, но возражал ему в другом. И еще два Амарая по-разному толковали. Раби Такой-то. Все подобные утверждения указывают на причину первого типа. Андрюш, у меня урок, перезвоню. Вспомним, где у нас второй тип. Второй тип – это было, что автор меняет. Он сначала одно мнение, потом другое мнение. Но в данном случае он говорит о том, что не обязательно, что один автор придерживается одного времени как бы мнения, а потом меняет его на другое. Но дело в том, что мудрецы Талмуда имеются в виду уже Амараи. То есть до этого речь шла про Анаев, а теперь речь идет про Амараев. И вот Амараи могут принимать в одном случае мнение одного, Анаев, предположим, а в другом другого. И получается, что с одним он согласен, а с другим не согласен. И возникает видимая противоречия. Что касается второй причины, то есть в ней связано какое недвусмысленное выражение, как Рав пересмотрел это мнение, Рава пересмотрел это мнение, и при этом обсуждается вопрос о том, какое из двух высказаний является более поздним. Поэтому, говорится, в первой редакции Талмуда Раф Аши говорил нам так-то, а во второй редакции так-то. Вот это смена позиций, когда один какой-то авторитет говорит о том, что действительно в томатической литературе такое пылает, когда говорится о том, что он хазар, то есть изменил свою точку зрения под давлением аргументов противника, или, может быть, действительно со временем сменил просто свою точку зрения. Короче говоря, противоречия первого и второго типа встречаются в пыломатической литературе. Что касается тех противоречий и противоположностей, которые на первый взгляд присутствуют во внешнем смысле некоторых мест любых пророческих книг, то они вызваны третьей и четвертой причинами. И он, собственно, про это и говорил, собственно, в самом начале, когда он говорил о том, что он должен объяснить нам многозначность слов и аллегорий, речь шла именно об этом. То есть в Писании возникают видимые противоречия, которые на самом деле противоречиями не являются. Не являются противоречиями. Почему? Потому что мы видим противоречия, сосредотачиваясь на внешнем смысле. А если мы вскроем аллегорический смысл, то противоречия исчезнет. К этому соображению ведет нас весь код изложения в данном предисловии. Тебе известно, как часто мудреццы благословенно их память замечают. Один стих говорит то-то, а другой то-то. И констатирует, что налицо явное противоречие. А затем объясняет, что в рассматриваемом тексте опущено условие или что субъекты двух высказываний различны. Это четвертая причина, если вы помните. Третья – это связано с аллегорическим смыслом. А четвертая – с тем, что у нас тематика или предмет высказывания может быть разным или условия, в рамках которых высказано то или иное суждение, их нужно прояснить. Если их прояснить, то противоречие исчезнет. Таково их изречение. Соломон, мало того, что твои слова противоречат словам твоего отца, они противоречат еще и друг другу. Ну, действительно, это фрагмент из трактата «Шаббат». Вот Миша его здесь приводит. И это противоречие в соответствующем толмогическом тексте разрешается как раз тем, что нужно уточнить предмет высказывания, о чем шла речь. Такое часто встречается в словах мудрецов, благословенных память, но только в большинстве случаев они имеют в виду пророческие речения, относящиеся к заповедям и моральным предписаниям. Нашей же целью является рассмотрение тех стихов, во внешнем плане которых обнаруживается противоречие в том, что касается воззрения и верования. То есть он говорит, что в халмудической литературе есть в каком смысле два плана. То есть какой план? Есть план идеологический, назовем его так, это воззрение и верование, и есть план юридический. Это предписания и заповеди. И если в Талмуде по большей части проясняются видимые противоречия писания, относящиеся к заповедям и предписаниям, то сам маимонит средотачивается скорее на противоречиях, касающихся идеологии, мировоззрения, воззрения и верования. Немногое из этого будет истолковано в некоторых главах всего трактата, ибо этот предмет также относится к тайным турам. То есть сам способ, способ письма, в котором написано священный текст, и способ толкования этого тоже относится к тайным турам. Однако вопрос о том, встречаются ли в проводческих книгах противоречия, вызванные с седьмой причиной, должен быть предметом теоретического рассмотрения и исследования, и не следует торопиться с ответом. То есть третья, четвертая причины характерны для описания. Это непроясненность субъекта и аллегорическое изложение. А седьмое, а именно когда речь заходит о предмете, о котором невозможно дискурсивно, собственно говоря, что-то непротиворечивое сказать, Маймонит оставляет этот вопрос открыт. Он говорит, не знаю. Или, точнее, нужно исследовать, как бы, да, он так говорит. Не нужно торопиться с ответом. Возможно, что Писание говорит о вот этих самых темах и предметах, о которых ничего толком сказать нельзя. И тогда, возможно, мы встретим противоречия, обусловленные седьмой причиной, да, когда это противоречие даже скрыто, его нужно сначала еще раскрыть. Но этот вопрос он оставляет открыт. Что же касается несоответствий встречающихся в книгах философов, тех из них, которые постигают истину, это вызвано пятой причиной. Давайте вернемся к пятой причине. Пятая причина, это у нас тоже пропедевтическая причина, да, это нужды преподавания. То есть, когда философ должен объяснить что-то, что еще не проходили, но что нужно упомянуть, он напоминает это, но не в совсем адекватном виде, из-за чего могут возникнуть противоречия, но в дальнейшем пытается это объяснить. Противоречия же, встречающиеся в большинстве книг авторов, комментаторов, не относящихся к вышеупомянутым категориям, вызваны шестой причиной. Шестая причина это неадекватность логики самого автора. То есть, хорошие философы, возможно, найдем у них противоречия, но они вызваны пятой причиной, а не очень серьезные авторы, да, они иногда грешат вот этой самой шестой причиной, когда, собственно говоря, до конца логических следствий своих высказываний не усматривают. Также в мудраше и агаде встречаются серьезные противоречия, происходящие из этой причины. То есть, и агадической части Талмуда тоже может встретиться вот это логически непроясненное, или точнее логически ущербное какое-то суждение, которые, или несколько суждений, которые могут вести к противоречащим следствиям. И поэтому, говорится, не спрашивают о противоречиях в агаде. Встречаются там и противоречия, вызванные седьмой причиной. На самом деле медраша агада не такая простая вещь, то есть там могут встретиться и противоречия, вызванные шестой причиной логической неадекватностью и седьмой причиной, когда речь заходит о предметах, о которых невозможно говорить прямо. Что же касается несоответствий, которые встречаются в всем трактате, они объясняются пятой или седьмой причиной. То есть сам Майманин говорит о том, что его трактат, он с одной стороны трактат, который является философским, у философов пятая причина, встречается часто предпедагогическое нужды преподавания и седьмая причина, которая связана с самим предметом, ускользающим. И вот, собственно говоря, это и пятая, и седьмая причинами обусловлены противоречия в его трактате. Мы видим, что можно было бы себе представить, Рамбом пытается написать произведение, которое в чем-то подражает самому писанию. То есть писание излагает определенного рода картину мира. И если осуждать так, что это картина мира, как философия, то есть то, как мир устроен, то писание говорит об этом таким образным языком, аллегорическим языком. И отсюда возникает, в том числе, могут возникнуть противоречия. Или писание говорит об этом очень лаконично, не уточняя предмет, о котором идет речь, и это тоже может привести к каким-то противоречиям. И можно было бы сказать, что Маймонит мог бы подражать писанию в этом, но он говорит, нет, я не буду подражать писанию, хотя в чем-то да, если речь идет про седьмую причину, а седьмая причина это тематика, которая не поддается дискурсивному выражению, то, как мы видим, и в Медраше Богатке, он говорит, есть такая причина, а в Писании это нужно отдельно смотреть, он подвесил этот вопрос, а у меня точно да, у меня седьмая причина присутствует. Ну, и по поводу этой пятой и седьмой причины написано довольно немало, да, как Маймонит использует это, да, и приводятся примеры того, каким образом мы можем говорить о наличии этой пятой или седьмой причины, по которой выявляются противоречия в самом путеводителе растерянных. Знай же сие, постигни истинный смысл этого, помни твердо, чтобы не привели тебя в растерянность некоторые главы трактатов. Это очень хорошее ценное замечание, да, чтобы не привели тебя в растерянность некоторые главы трактатов. Но ведь на самом деле растерянность это как раз то, с чем вроде бы Маймонит должен бороться. Это же путеводитель растерянных. Он должен снять растерянность. Но как мы видим, на самом деле он не только снимает растерянность, но и может породить растерянность. И это очень важное качество этого трактата, да, то есть с одной стороны это некая рекомендация, да, или описание инструмента, с помощью которого можно снять растерянность, а с другой стороны сам трактат вполне может повернуть в растерянность. И вот после этих предварительных замечаний приступаю я к упоминанию имен, требующих указаний на истинный смысл, подразумеваемый в них в каждом случае соответственно контекст. То есть все, предисловие закончилось, и теперь он в течение 49 глав будет заниматься изучением отдельных слов, отдельных имен, как здесь говорится, которые требуют прояснения их значения в силу того, что они являются многозначными. И поэтому в разных контекстах они могут означать разные вещи, и это нужно прояснить. И это послужит ключом, позволяющим войти в те пределы, что за закрытыми вратами. И когда распахнутся эти врата, когда войдут в них, то души обретут там покой, глаза насладятся, и тела отдохнут от трудов и тягот своих. Ну, хорошо. Значит, он не говорит, что он будет делать дальше. То есть, по идее, раз он сказал, что цель данного трактата и разбора многозначных имен, а также аллегории, то по идее нужно будет сказать, что сначала я разберу слова, а потом перейду к аллегориям. Но он этого не говорит, он просто говорит о начале трактата, где он будет разбирать многозначные слова. Ну, хорошо. Собственно говоря, вот мы на этом закончили предисловие. Как мы видим, оно довольно сложно устроено. Первая часть посвящения, вторая часть, которая, собственно говоря, во многом посвящена типам аллегорий, мы помним эту типологизацию аллегорий, и утверждению о том, что существует некий вид знания, который невозможно передать дискурсивным образом. невозможно выразить, и поэтому, собственно говоря, прибегать к аллегориям приходится, так или иначе, к аллегориям загадка. А в конце он говорит о вот этих причинах противоречий, на самом деле для чего? Для того, чтобы указать на то, как устроен его трактат. Его трактат устроен так, что он здесь мы не найдем шестой причины, то есть логической некомпетентности, но мы не найдем и аллегоризации как таковой, то есть самый монет не будет прибегать к аллегориям, он будет объяснять аллегории, но сам вроде бы к аллегориям прибегать не будет, а что тем не менее будет методом его изложения, то что он будет говорить о каких-то вещах, вещах, которые не подлежат прямому изложению особым языком, и это придется выявлять противоречия, которые между тем, что он сказал по этому поводу, существуют, а также если он захочет объяснить или упомянуть нечто сложное до того, как дойдет до объяснения этого сложного, это тоже по сути дела приведет к противоречию, но если мы вспомним, что он говорил своему ученику наставительно, что этот трактат так написан, что ты должен сопоставлять разные главы, вскрывать противоречия, снимать эти противоречия и так далее, то есть эти противоречия они являются чем? Они с одной стороны могут привести к растерянности, но эта растерянность положительная, то есть ты должен эту растерянность собственно говоря сам же и снять, так что с одной стороны Это растерянность в связи с текстом писания, а с другой стороны, в связи с текстом самого Маймонида тоже может возникнуть растерянность, но она не трагична, а наоборот, эта растерянность в каком смысле даже, может быть, и нужна. Ну, хорошо, и после этого он переходит к тому, что обещал, то есть к изложению значений тех слов, которые, с его точки зрения, являются многозначными, проблемными и нуждаются в некотором прояснении. Вот он говорит в первой главе про два слова, и так, собственно говоря, как я уже сказал, будут первые 49 глав противодителя, они так и будут все начинаться. Они будут начинаться с некого слова, которое является заставкой, и дальше он будет объяснять это слово, что оно значит. Первые слова, которые он разбирает, это «целон и дмут», образ и подобие. Люди полагали, что слово «целон», образ, на еврейском языке, указывает на конфигурацию вещи и ее очертания. И привело это их к полнейшему соматизму, из-за речения «сделаем человека по образу нашему и по подобию нашему Бецалмейну к дмутейну». То есть, если мы воспринимаем слово «образ» как указание на конфигурацию, на то, как выглядит какая-то вещь, и так же подобие, понимаем, как подобие внешнее, то тогда мы с неизбежностью приходим к соматизму, что к соматизму, отелеченному. То есть, мы Бога будем воспринимать как тело. Почему? Ну, раз мы, люди, созданы по его образу и подобию, значит, он такой же, как мы по конфигурации. То есть, у него есть голова, руки, ноги, нос, в отличие, посположим, от четырех ногих. Не похож на ни на рыбу, ни на корову, а на человека похож, если мы понимаем это слово как указание на внешнее сходство. То есть, два слова здесь есть – образ и подобие. Если они указывают на внешнюю сторону дела, то Бог получается телесным. И они подумали, что Бог обладает человеческой формой, то есть конфигурацией и очертаниями, что и заставило их сделать вывод о полнейшем соматизме, а не уверовали в него. И считают они, что отказавшись от этого верования, они объявили бы ложным текст Писания и даже сделали бы божество несуществующим, несущим, если бы оно не было телом, обладателем лица и рук, таким же, как они сами по конфигурации и очертаниям, разве что, согласно их фантазиям, более крупным и великолепным. То есть, человек – образ и подобие, а Бог – нечто более крупное, тоже с головой, с руками, ногами и так далее, но гораздо более крупный, великолепный. Да еще и материя его, не есть кровь и плоть, они могут сказать. Вот предел того, что они считают очищением представления о Боге. Очищением представления о Боге – это важное понятие. Вот Миша здесь говорит нам, это абстрагирование, очищение понятия о Боге от телесных атрибутов. Есть противоположный термин арабский, который означает уподобление, наоборот, уподобление Бога чему-то телесному. То есть, то, что необходимо отличать Бога от человека, это как бы все понимают. Даже вот эти игреи, которые читают этот стих, как указание на внешнее сходство. Они говорят, да, внешнее сходство, но он просто Бог, он намного крупнее и вообще лучше. И, кроме того, его материя, она, может быть, не такая. То есть, он видом-то похож на человека, но сделан из другого материала, как бы так. Это они считают, что тем самым они отличили Бога от человека. Ну, с точки зрения маймонида это, конечно, не так. Они ничего не отличили и, как бы, их представления являются пагубными. Впрочем, насчет того, что должно быть сказано по поводу отрицания телесности и утверждения истинного единства, каковое не может обладать истинностью без отрицания телесности. То есть, истинное единство без отрицания телесности просто невозможно представить. Потому что, если телесное, то это составное. Поэтому, если говорить про Бога как то-то, что является единым, то мы не можем приписать ему телесность. Телесность по необходимости ведет к тому, что он будет составным. Поэтому это нужно, естественно, с точки зрения маймонида исключить. Так вот, все, что будет сказано по поводу отрицания телесности и утверждения истинного единства Бога, то доказательство всего этого ты узнаешь из настоящего трактата. То есть, он говорит, что это тоже, вот здесь как раз пример. Говорит, да, потом я вообще все объясню. Сейчас я не могу всерьез бороться с теми, кто имеет такие вот пагубные представления о Боге. Я просто утверждаю, что это пагубно и что на самом деле можно доказать его бестелесность и единство. Но это будет сделано потом. Здесь же, в этой главе, наше замечание касается лишь разъяснений вот этих понятий. Понятий образа и подобия целым и внутренним. Итак, я утверждаю, для того, что общеизвестно среди широкой публики, как форма, то есть конфигурация вещей и ее очертания в еврейском языке, есть особое имя – ТОАР, облик, вид. То есть, если мы… форма здесь имеется в виду не аристотельская форма, а форма в смысле форма, да, то есть конфигурация, облик. И вот для обозначения вот этого внешнего, да, контура, так можно сказать, да, есть специальное слово ТОАР. Ну и дальше он приводит примеры, да. И об искусственной форме говорится тоже с помощью того же самого слова. Очерчивает его рисом и циркулем, очерчивает его. То есть, очертание, да, слово черта, очертание, конфигурация – это все связано с другим глаголом. Не целым и дмут, не образ и подобие, а с глаголом ТОАР. Это выражение совершенно неприменимо к божеству, да, предназначен целом. Да убережемся и спасемся мы от этого, конечно, спасемся, да. То есть, мы про ТОАР Бога говорить не будем. Хотя надо заметить в скобках, да, что на иврите атрибуты Бога, они как раз и переводятся словом ТЕАРИМ. ТОАР – это атрибут. Ну, и опять же, забегая вперед, я скажу, что, мы, по-моему, уже говорили, да, что есть знаменитая негативная теология, которую разрабатывает Маймонит, то есть, отрицание вот этих всех позитивных атрибутов, которые приложимы с точки зрения, предположим, к Алама, приложимы к Богу. Поэтому здесь, опять же, ничего не доказывая пока, просто эмоционально, значит, выражаясь, Маймонит говорит о том, что, ну, это вообще к Богу никак не приложим. А слово «целым» образ, напротив, применяется к природной форме. Что такое природная форма? Это как раз уже аристотелевская форма. Я имею в виду тот эйдос. Эйдос, ну, как бы понятие, да, идею. В виду тот эйдос, посредством которого вещь субстанциируется и становится тем, что она есть. Это ее истинная сущность в качестве вот этого сущего. То есть, это и есть, собственно говоря, то, что называют формой Аристотель. То есть, каждая вещь, ее суть сводится к чему? К форме. Ну, как мы говорили, да, постоянные наши примеры. Зернышко-цветочка, оно, его форма, что цветочек, да, то есть, оно может реализоваться, может нет, но его идея, это идея цветка. Несмотря на то, что сначала это зернышко, а потом это просто травинка и так далее, но в нем заложен, что заложена вот та форма, которая ее определяет, именно что это цветок. Ну, а у человека, что это такое? У человека это интеллект. Это он сразу говорит. Человеке таковым эйдосом является то, из чего происходит человеческое постижение. Именно ввиду этого интеллектуального постижения и сказанное о человеке по образу Божию сотворил его бы целым и луки. То есть, нам Маймонит говорит о том, что слово целым в Писании употребляется, как указание на то, что Аристотель имеет в виду под сущностью той или иной вещи, посредством чего вещь субстанциируется, то есть, становится тем, что она есть. Значит, целым указывает на истинную сущность. И тогда получается, что по образу, по крайней мере, по подобию мы еще не прочитали, но по образу создал его. Это значит, что создал его тоже интеллектуальным существом, каковым и Бог является. То есть, Богу присущее разумение и человеку тоже присущее разумение. Именно об этом речь идет, когда говорится по образу подобия. Ну, хорошо, это немножко странно, да, что Писание, оказывается, заложило в слове целым примерно то же самое, что имел в виду Аристотель, но предположим. И поэтому сказано, образ их унижаешь ты. Образ их унижаешь ты – это у нас, видите, псалом, в котором говорится о злодеях. И о злодеях скажено, что цалман, да, цалман – это их образ или их целым. Вот их целым будет унижен. Но что это значит, да? То есть, если мы представляем себе, что слово целым означает конфигурацию какую-то или какую-то, ну, материальную форму, очертания какие-то, непонятно, что означает унижен, да, как можно унизить очертания. Ну, конечно, можно, да, то есть они, не знаю, заболеют, там, или еще что-то в этом роде, можно было бы так понять. Но Маймонин говорит, что ведь унижению подвергается именно душа, то есть видовая форма, а не конфигурация частей тела, их очертания. Поэтому из этого стиха мы видим, что не может слово целым означать очертания. Аналогично этому я утверждаю, что причина, по которой идолы именуются целомим, видите, что слово целым, оно имеет и совершенно иную коннотацию. Действительно, идолы часто в Писании как раз именно это слово и употребляется для обозначения идол. Целомим. Но идолы это что? Идолы это как раз фигурки. И как же теперь Маймонин нам это объяснит, да, то есть как он выйдет из положения. Так вот он говорит, что на самом деле причина, по которой вот эти фигурки именуются целомим, состоит в том, что искомое в них, это предполагаемый в них эйдос, а не конфигурация очертания. То есть за фигуркой стоит нечто, некая идея, там за Бахусом его рисуют там с кубком и так далее, но на самом деле речь идет о вине, да, а если там, не знаю, эрос, то речь идет о любви, то есть дело не в фигурке и очертаниях, а в том, что стоит за этой фигуркой. За этой фигуркой стоит определенная идея эйдос. И поэтому, говорит нам Маймонид, именно поэтому эти фигурки называются целомим. Гораздо сложнее Маймониду, конечно, объяснить слово целомим, чем стих из псалма, который он только что привел, потому что унижение очертаний действительно выглядит как-то странновато. А вот целомим скорее странноватым выглядит комментарий самого Маймониду. «Тоже утверждаю я относительно образов наростов ваших, ибо их интенцией был эйдос устранения вреда, причиняемого наростами, а не конфигурация наростов». Что это за эти самые цалмей, цалмей тхарим там сказано, «Что это за образы наростов?» Эта ситуация там такая, в соответствующем месте Писания. Это когда филистимляне захватили ковчег. Ковчег в веток к ним попал. И с ними стали происходить разного рода несчастья. В частности, они заболели болезнью, которую условно можно назвать наростами. И что они сделали, когда эти наросты у них проявились? Они решили отоправить ковчег обратно евреям и вышили на материю образ этих самых наростов. И вроде бы здесь уж точно слово «образ» указывает на очертания, а не на что-то другое. Но здесь и в этом случае, несмотря на то, что он самый сложный из всех, Маймонид говорит, что интенция здесь важна. То есть этот эйдос, устранение вреда, причиняемого наростами. То есть несмотря на то, что они нарисовали или вышли там эти фигурки этих наростов, на самом деле они имели в виду не наросты, не конфигурацию наростов, а то, что вызывает эти самые наросты. И так они хотели от себя прогнать. То есть это своего рода магия такая, да, то есть они хотели избавиться от болезни. Каким образом? Но заболели этими наростами, нарисовали эти наросты и отправили вместе с ковчегом, так сказать, уходи, уходи, наш недуг. Так вот, в этом случае, конечно, мы, если бы не Маймонид, сказали бы, что, конечно, речь идет о конфигурации, да, то есть они сделали изображение этих наростов. О чем ты говоришь? Говорят, нет, 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 это интенция. Интенция идеи устранения вреда причиняемого наростов, несмотря на то, что они все-таки были изображены. И здесь происходит удивительная вещь, которую мы не встретим в дальнейшем в этих 49 главах Маймонида. Он говорит так, но если нельзя избежать признания того, что об извояниях наростов и изображениях говорится по поводу конфигурации очертаний, то есть он сам как бы себя завел в тупик, привел тот пример, который, ну, явно, речь идет уже о конфигурации очертаниях, и очень сложно говорить тут об эдосе устранения вреда, но он настаивает на этом, и он говорит, что если нельзя избежать этого, то придется считать слово целым, многозначным или неопределенным именем, относящимся как к видовой форме, так и к форме искусственной и ей подобному. Форма искусственная – это как раз очертание, видовая форма – это аристотельская форма. То есть суть вещи. Суть вещи или очертание вещи. Он говорит, что, ну, в целом, если, в конце концов, если нельзя доказать, что целым всегда указывает на суть вещи, то я скажу, что это слово многозначным. Давайте на минутку отвлечемся, я открою просто любой другой параграф из этих 49, и мы увидим, как, собственно говоря, начинает изложение в этих главах. Вот, например, четвертая глава. «Знай, что слово, хаза, гибит, раа – это все, что связано с зрением, три выражения, обозначающие зрительное восприятие, и все три употребляются в переносном смысле для обозначения интеллектуального постижения». То есть вот эти три слова, которые вроде бы означают зрительное восприятие, на самом деле означают еще и интеллектуальное постижение. И получается, что они многозначны. И так он будет поступать со всеми дальнейшими словами. Он сразу будет говорить о том, что то или иное слово имеет несколько значений, многозначны. А здесь, в нашей главе, он совершенно придерживается какой-то совершенно другой тактики, как бы сложной. В чем сложность? В том, что он вроде бы начал доказывать, что слово «целым» означает суть вещи, а не ее очертания. Привел три примера. Последний из этих примеров настолько слабый, как доказательство, филологическое доказательство, что он говорит, ну, если нельзя избежать, то тогда ладно, тогда будем считать его многозначным. Так что ж ты сразу не сказал, что слово «целым» многозначное, оно означает иногда конфигурацию, а иногда видовую форму. Почему Маймонит вот в этой первой главе так не поступил, а пошел вот таким вот странным путем? Здесь на этот счет есть замечательная статья такого Зеева-Гарви, который анализирует эту первую главу и указывает на том, что в этой главе Маймонида скрыта его, собственно говоря, стратегия, стратегия интерпретации многозначных слов. Дело в том, что на самом деле тот, кто говорил о многозначности слов и настаивал на филологическом анализе библейского текста, это Сааде Гаон. Сааде Гаон говорил о чем? Что если мы встречаем какое-то противоречие в Писании, в Писании не может быть противоречия, но вот видимое противоречие встречаем, то это связано с многозначностью слов. Тогда я должен что сделать? Я должен просмотреть все возможные значения в библейском тексте, которые то или иное выражение имеет. И если первое из этих значений, наиболее распространенное, приводит к противоречию, то я должен взять второе. Если второе тоже приводит к противоречию, то третье, ну и так далее. И тем самым Сааде был убежден, что я все противоречия сниму. По сути дела, с точки зрения Сааде, филология является, или языкознание, является инструментом для снятия противоречий. Противоречий нет. Снять противоречия можно с помощью языкового анализа. Зеев Аравий говорит следующее, что маймонит здесь для того умного ученика, для которого он пишет, он на самом деле указывает вот на что. Он действует вроде бы в духе Саади, то есть он предлагает некий филологический анализ, но этот филологический анализ заводит его в тупик. И когда он заводит его в тупик, то он говорит о том, что хорошо, давайте считать это слово многозначным. Многозначность этого слова получается доказана не филологическим, в каком-то смысле анализом, а философским. То есть если с точки зрения философии слово целым не может означать, по крайней мере, вот в этом стихе Бог создал человека по образу и подобию, это не может означать конфигурации. Возможно, во всех других случаях это конфигурация. То есть даже в Псалме возможно, что это конфигурация. Я уже применил о том, что можно считать, что унижаешь их образ, имеется в виду, что ты делаешь больными, ущербными, злодеи рано или поздно сделаются ущербными или умрут там и так далее. И вместо того, чтобы быть прямо стоящим человеком, окажется этот самый злодей лежащим в гробу, условно. И это и есть унижение вот этого самого образа человека. То есть все три доказательства, которые он приводит, они являются с точки зрения филологической не слишком сильными. И возможно, специально это делает Маймонет, специально строит таким образом здесь изложение, чтобы подчеркнуть для своего ученика, что не филология будет двигатим в определении значения того или иного слова. А что? А философия будет двигатим. Если я вижу, что по-другому прочесть нельзя, и это продиктовано не филологическим изучением Писания, а философским пониманием того, о чем здесь может идти речь, то я этот вариант прочтения как раз и приму. И если нет ни одного другого примера, ну что ж, тогда я буду считать это слово многозначным. И это то, что он говорит. Так как искусственная форма конфигурации и очертания природных тел, так что в речении «сделаем человека по образу нашему» будет продумываться видовая форма все-таки Аристотеля, каково является интеллектуальное постижение, а не конфигурация очертаний. Видите, то есть он вернулся к этому стиху и говорит, хорошо, пусть только в этом стихе, но только в этом стихе, даже если нет у меня никаких филологических доискательств, я скажу, что здесь это видовая форма, то есть Аристотельская форма, а не очертания. Итак, мы объяснили тебе разницу между словами «целым» и «тор». «Тор» – это очертания, а «целым» – это образ в смысле эйдос, или в смысле сути вещи. По крайней мере, в стихе сделаем человеку по образу нашему подобию. Что же касается слова «дмут», подобия, то это имя существительное от глагола «дама» походить не к подобным, и означает, помимо внешнего сходства, также и уподобление в эйдосе. Видите, здесь он сразу говорит, что слово «дмут» может означать одно, а может означать другое, то есть оно многозначное, оно может означать подобие внешнее и подобие по сути. Ведь в речении псалмопевца «стал я похож на сову в пустыне», не подразумевается, что он уподобился и крыльями, и перьями, но скорбь его уподоблена ее скорби. Потом на этом ни одно дерево в сову Божьем не было подобно ему в красоте его. Говорится о подобии в отношении эйдоса красоты. А яд у них подобен яду змеи. Он подобен льву, жаждущему терзать. Все это уподобление по эйдосу, то есть по идее и сути вещи, а не по конфигурации и очертаниям. Точно так же говорится и над подобием этого престола или подобия престола и так далее. Понятно, что престол славы никто не видел и так далее. И подобие престола означает эйдос, превознесенность, величие, а не квадратная форма престола, не его толщина, ножки и так далее, как полагают некоторые убогие. Тоже относятся и к речению подобия животных. Имеется в виду, что в Ихискеле, когда рассказывает нам о том, что он увидел, то он говорит о подобии животных. Он говорит, что он видел животных. Он говорит, что видел подобие животных. И Маймонет здесь упоминает и этот стих, потому что на самом деле там-то как раз мы могли бы сказать, что то, что видит Ихискель, этот гол исполненный очей, и орел и так далее, что это действительно он видит орла и быка, льва или человека. Там четыре части. И это изображение, но похожее на орла и так далее, когда Маймонет здесь говорит, что это относится... Слово «дмут», которое там употреблено в подобие, относится тоже на самом деле к эйдосу, а именно к сути вещи, а не к конфигурации и очертаниям. Он тем самым заранее, опять же, кто-то мог бы подпрыгнуть здесь, попасть со стула и сказать, что как же так. Там точно имеется в виду вот эти подобия как раз внешнего, с точки зрения сходства с орлом, быком и так далее. А у него получается, что нет, и тогда нужно объяснять это дальше. А что же это, собственно говоря, значит? Когда говорится о том, что он подобен льву, жаждущему терзать, мы понимаем действительно, что это уподобление не потому, что человек похож на льва, а потому, что он разозлился, и собрал всю свою силу для того, чтобы на кого-то накинуться и так далее. Но это не значит, что это внешнее сходство. Точно так же, как яд у них подобен яду змеи, это не говорит о том, что там женщина, которая своими словами кого-то жалит, она похожа на змею. Нет. То есть яд змеи здесь имеется в виду нечто иное. Ну, все примеры, они действительно очень понятны, а вот на самом деле подобие животных из Ехискеля, оно провокативное в определенном смысле и нуждается в прояснении. Но так или иначе, это тоже понятно. И со словом «дмут» как раз Меймонит обошелся примерно так, как он будет в дальнейшем обходиться со всеми другими словами. То есть указал на многозначность этого слова и сказал, что у нас оно потребляется в определенном смысле. И ввиду того, что человек выделен обретающимся в нем чрезвычайно удивительным эйдосом, а именно интеллектом, которым не обладает ничто из существующего под сферой Луны, не случайно под сферой Луны, как раз Миша нам пишет, я об этом тоже уже говорил, что это последняя из небесных сфер, ближайшая к Земле, и внутри ее расположен мир возникновения и уничтожения, то есть это наш мир, мир субстанции, образованных из четырех стихий. А как бы то, что двигает эту сферу Луны, это активный интеллект, который поставляет формы в подлунный мир. Об этом мы уже тоже несколько раз говорили, поэтому здесь понятно, он не случайно говорит о существах под сферой Луны. Единственное существо, которое обладает интеллектом, интеллектуальным постижением, это человек, в коем не участвуют ни чувства, ни телесные органы и уподоблено человеческое постижение божественному постижению, которое не пользуется никаким инструментом, несмотря на то, что нет подобия по истинной сути, оно имеется лишь на первый взгляд. Из-за этого, то есть из-за божественного разума, соединяющегося с ним, сказано о человеке, что он создан по образу и по подобию его, а не из-за того, что Бог да превознесется, он, будучи телесным, обладает обликом. Вот, собственно говоря, первая глава и ее подспудный, так сказать, заложенный внутри нее смысл, а именно сама тактика интерпретации Маймонида, которая отличается от циади, которая ставит во главу угла не филологию, а философию, здесь, с точки зрения Зеева-Гарви, и он довольно убедительно действительно это показывает, это то, что Маймонида говорит в первой главе, то есть в каком-то смысле он объясняет не только слово целым Эдмут, а все одно еще и объясняет метод работы с вот этими словами писания, которые приводят в растерянность. Ну, давайте мы прочитаем комментарии Миши к этой главе, которая очень интересная и глубокая. Тематика первой главы многослой. С одной стороны, здесь начинает развертываться заявленное вовведение тема первой части, а именно толкование библейских выражений, вызывающих растерянность своей антропоморфностью, то есть указанием на то, что Бог похож на человек. А также критическое обсуждение различных интерпретаторских подходов. Здесь же затрагиваются и чисто философские вопросы, личные аспекты понятия формы аристотельской. Кроме того, эта глава вместе со второй и еще несколькими дальнейшими главами дает полемически заостренное изложение маймонидовой антропологии. Первые пять глав служат вместе с тем общим введением в эпистемологию, то есть теорию познания Рамбана. И все эти темы взаимосвязаны. То есть отелесивающий Бога, то есть тот, кто Бога считает телесным, он отелесивает одновременно человека, то есть лишает человека его сущности, именно интеллекта. И библейский текст подменяет разум воображения. То есть по сути дела вот это отелесивание, оно что? Оно в отношении Бога неадекватно, в отношении человека неадекватно, в отношении библейского текста неадекватно и подменяет разум воображения. И совершив эту подмену, он попадает в порочный круг. То есть тот, кто совершает эту подмену, оказывается в порочном кругу. Мудрость библейского текста и гармония окружающего мира, призванные указать или указывать человеку путь разума, искажаются в зеркале воображения и вместо того, чтобы вести человека к истине, усугубляют его заблуждение. Так оказывается закрытым для него путь к интеллектуальному постижению и к актуализации своей человеческой сущности, которая, собственно говоря, является разумом. Ну, вы видите, что здесь этот комментарий довольно длинный. Миша, мы сейчас прочитали его первый абзац. В следующий раз посмотрим, стоит ли до конца прочитать этот комментарий. Видите, да? То есть это просто большая, огромная статья, по сути дела, да, посвященная этой первой главе. И я подумаю, имеем ли мы возможность ее проанализировать и прочитать. Сейчас мы на этом остановимся. В следующий раз в любом случае мы прочитаем еще и вторую главу. Может быть, вот, Миша примечание большое прочитаем фрагментами. Прочитаем вторую главу, которая тоже является, на самом деле, с моей точки зрения, первая и вторая глава, они являются неким зачином для вот этих 49 лексикографических глав. и мы увидим, в каком смысле вторая глава тоже, на самом деле, указывает на метод Маймонида. Первая глава указывает на метод и вторая глава указывает на метод. А дальше, начиная с третьей главы, этот метод просто применяется. Если есть у вас какие-то вопросы, замечания и так далее, то давайте. А у меня есть несколько. Значит, как можно, чтобы текст писания отелесивался? Никак не. Текст писания не может отелеситься. Можно его неадекватно понять. Если я считаю Бога телом, то есть каким-то образом воображаю его, то я искажаю текст писания. Я не отелесиваю писания, а искажаю. смысл писания, скажи. То есть я поступаю неадекватно по отношению к восприятию человека, потому что я человека воспринимаю, у меня перевес его телесной составляющей. Я неправильно читаю библейский текст и подменяю разуме воображения. Хорошо, а в начале разве не путеводители разве не было сказано, что нужно использовать его воображение тоже в какой-то степени? Нет, не было сказано, что нужно использовать воображение. Воображение для всех философов и эстетелик это, как я уже сказал, такая как бы опасная штука, скажем так. То есть можно пользоваться и может быть даже иногда нужно пользоваться воображением, но это опасно. Если совсем просто, там сложнее немножко это все, но если совсем просто, то воображение должно быть подчинено разуму. Если оно не подчинено разуму и выходит из-под его контроля, то ничего хорошего не будет. Так, и вот там было сказано про вот этих злодеев, я не совсем поняла, что... В Сауме говорится про злодеев, что если вот злодеи та-та-та-та-та-та, и как бы псалмопевец говорит, что ты образ злодеев унижаешь, если буквально читать, то это значит. Ну, по-простому, если бы мы не читали Маймонита, мы бы поняли так, что ты злодеям дашь под заслугу, правильно? Да. Ну да, то есть дашь им по ушам, у них уши так обвиснут, и поэтому их образ будет унижен, или сопли будут. Получит свое наказание, но в принципе это... Типа того. в жизни-то они по большому счету редко... Это мы не обсуждаем, что в жизни нет, сейчас мы не об этом речь, что там в жизни не имеет значения. Он обсуждает смысл стиха. Маймонит говорит, что невозможно унизить очертания. Слово унизить к очертаниям никак не подходит. А вот, например, если иметь в виду там человеческую душу, или разум отнять у человека и так далее, это да. То есть человека можно унизить его, значит, ментально, как бы, не... Да, я поняла. Физически, а ментально. Под очертания тогда что имеется в виду? Что имеется в виду под очертаниями? Да. Внешнюю форму? Что такое очертания? Внешнюю форму. Все понятно. Хорошо. Окей. Окей. У нас есть еще вопросы, кроме Жени? Нету вроде бы. Вроде бы нету. Хорошо. Тогда до следующего четверга перейдем ко второй главе. Окей. Всем счастливо. Пока. Будут вопросы, пишите везде, где вы нас видите. в телеграмме, в мейлах и прочее. Окей. Счастливо. Пока. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.